Добрый вечер! В эфире «Весть Карачаева Черкесия» в студии Руслан Жукаев. И вот что в нашем выпуске. Что сделано, что предстоит? Кто в ближайшие годы будет руководить? Сегодня состоялся отчетно-выборный съезд общественной организации «Карачай Алан Халк». В рамках реализации проекта по патриотическому воспитанию подрастающего поколения в Узжигуте прошел ежегодный автопробег «Непокоренный Кавказ». Безопасные дороги. В Карачаево-Черкесии проходит неделя безопасности. Профилактическая акция с участием детей прошла в Хабецком районе. Современные культурные процессы на Кавказе можно увидеть на выставке в Качагу имени Умара Алиева. На экспозиции представлены около ста работ. Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера России Марата Хуснулина. Рассмотрели вопросы, касающиеся деятельности реализации нацпроектов, исполнения региональных бюджетов, формирования и готовности к реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», который будет запущен с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. На повестку заседания также был вынесен вопрос перечна автомобильных дорог общего пользования, входящих в опорную сеть. Кадровые назначения. Указом главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова на должность первого заместителя председателя правительства республики назначен Дагир Амазанович Смакуев. Он был депутатом четырех созывов Народного собрания. Последние пять лет занимал должность заместителя спикера регионального парламента. Сегодня в Черкесске прошел пятый отчетно-выборный съезд Республиканской общественной организации «Карачай-Алан-Халк». В нем приняли участие более 400 делегатов. О проделанной работе и планах на перспективу в материале Ахмата Халкечева. Открыли мероприятия гимнами страны и региона. Затем исполняющий обязанности муфтия республики Мухаммад Хаджи Эркенов провел обряд дуа. Дальше, предваряя рабочую часть съезда, вниманию собравшихся предложили информационно-документальный фильм о деятельности. Карачай-Алан-Халк под авторством нашей коллеги Зумрат Халкечевой. От имени главы Карачаевой Черкесии Рашида Темрезова участников поприветствовал вице-премьер республиканского правительства Дагирс Маккуев. Карачай-Алан-Халк с момента своего создания занимает важное место в общественно-политической жизни Карачаевой Черкесской республики. И зарекомендовала себя как авторитетная организация, которая ставит во главу сохранение культурного и исторического наследия карачаевского народа. Работа Карача-Алан-Халк направлена на укрепление гражданского мира и согласия. 12 лет назад пять карачаевских общественно-национальных объединений приняли решение консолидировать свои усилия в деле защиты законных интересов карачаевского народа. Так, в новейшей истории нашего региона появилась одна из самых многочисленных общественных организаций Карачай-Алан-Халк. Все эти годы бессменным руководителем организации являлся Руслан Кусеевич Хабов, который на этом съезде по личным причинам попросил делегатов освободить его от занимаемого поста. Удовлетворив прошение первого председателя, участники съезда новым руководителям единогласно избрали Хасана Хубеева. Кандидатура была предложена членами Совета старейшим самой организации. Заверил и заверяю, что буду всегда руководствоваться и с резолюцией съезда, и руководствоваться тем, что свято чтит и межнациональные, и межконфессиональные все отношения нашей прекрасной республики. Мы в Совете будем делать направление, направление культуры, направление здравоохранения, направление работы с молодежью. Все стороны будут они актуальны. Делегаты съезда помимо детального анализа отчетного периода обновили состав Центрального Совета, руководство управленческих структур, а также избрали нового председателя Совета старейшим Карачай-Алан-Халк. Организация живет, работает. Считаю, что работает неплохо, без своей недостатки, которая преодолима. Очередной съезд на ближайшие три года выбрал новый состав Совета, который будет заниматься проблемами народа и Карачая, и Карачаева-Черкесии в целом. Думаю, от деятельности общественной организации только для общества республики будет положительный эффект. В завершении съезд принял резолюцию, в которой обозначены основные направления деятельности на ближайшие три года. Именно на этот срок избраны все управленческие органы организации. В числе приоритетных определены развитие образования, поддержка культурных инициатив, а также стратегия популяризации изучения истории карачаевского народа и сохранения карачаевского языка. Ахмад Халкечев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. «Непокоренный Кавказ» – так называется акция, которую не первый год проводит в нескольких районах Юга России группа ценителей истории нашей Родины. Участники автопробега по местам боевой славы посетили Ужджигутинский район к патриотической акции. Присоединился и Артур Мхце. Стартовавшая в Краснодаре патриотическая акция «Непокоренный Кавказ» достигла Карачаева-Черкесии. Участие в автопробеге по дорогам республики приняли представители ветеранской организации, а также все неравнодушные к родной истории люди. Почетных гостей в парке Победы города Ужджигуты уже ожидали учащиеся образовательных учреждений, для которых это мероприятие по сути и должно иметь особое значение. Трудно создавать яркое, светлое будущее, если не ценишь достижения и важные страницы прошлого. Минувший 20-й век назван главным столетием истории. Век сплоченного, трудолюбивого народа. В первую очередь потому, что победили в самой кровавой и жестокой войне. История. Эта дорога в сегодняшний день. Школьники вместе со своими наставниками прошлись по важнейшим этапам героической обороны Кавказа. Напомнили о тех, кто защищал родную землю в тот период. И перекинули своеобразный мостик к нынешнему времени. И необходимости снова вставать на защиту рубежей нашей страны. Собственно, подготовка к столь значимому мероприятию как нельзя лучше помогла ребятам окунуться глубже в события, происходившие на этой земле 81 год назад. Здесь происходили одни из самых кровопролитных боев. Это музей героям перевала Кавказа. Это Марузский ледник, в котором нашли погибших наших замерзших солдат в леднике. И после этого организовался у вас очень удивительный музей. Ну и понятно, бои. Это перевалы Санчарские перевалы, Марузский перевал, Кухорский перевал. Это практически, это Карачао-Черкесия. Поэтому здесь, надо сказать, остановили врагов. Благодарим организаторов, люди все заинтересованные в сохранении памяти, в сохранении истории, отдавшие этому виду деятельности, этим акциям, ну, наверное, много времени. И сегодня вот мы хотели бы, конечно, встретиться с нашими ветеранами. На сегодняшний день у нас жив один ветеран, участник Великой Отечественной войны, Смородин Федор Владимирович, которому исполнилось 102 года. К сожалению, самих участников тех событий сейчас куда сложнее привлекать к патриотическим мероприятиям. Вместо посещения ветерана делегация непокоренного Кавказа отправилась в поселок Московский, где проживает человек, которого тоже можно назвать важной частью истории середины 20 века. И данные о нем хранятся в школьном музее. Начало Великой Отечественной войны Рамазан Адзинов встретил в родном для него Ленинграде. Тогда у него были другие имя и фамилия – Виктор Воронин. Последние свои дни в блокадном городе он помнит, как сейчас, и выезд на грузовиках через Ладожское озеро, и последующую отправку в более безопасное место. Ладожское озеро нас перевезли, с машины прямо в вагон посадили нас. Вагон большой был, длинный, товарный какой-то. Я почему сейчас говорю, потому что я уже знаю товара. И в вагоне мы сколько дней были, сколько сидели, я не могу вам сказать. И нас привезли в Карачаево-Черкесию сюда. Рамазан Магометович поддерживает связь со своими питерскими родными. Но теперь именно в Карачаево-Черкесии его родной дом. В 4-й гимназии поселка Московского участникам автопробега рассказали и наглядно показали, какую роль в образовательном процессе занимает патриотическое воспитание. Ведь пока жива память о событиях прошлого, как бы сохраняется и нить, связывающая поколение. Артур Махце, Олег Малхожев, Вести Карачаево-Черкесия, Ужигутинский район. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, ночью и утром туман. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Порывы будут до 14. Температура ночью 8-13, в горах до плюс 8, днем 17-22 градусов тепла и местами до плюс 13. В северных и южных районах высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Порывы до 14. Температура ночью 10-12, днем 19-21 градусов тепла и высокая пожароопасность. Сотрудники госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России Хабецкий устанавливают обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего. Сообщение о происшествии в дежурную часть поступило 17 сентября около 13.40. На 18-м километре автодороги Черкес-Хабец водитель автомашины Лада Гранта, 21-летний житель Черкеска, допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, жителя аула Малый Зеленчук, 2011 года рождения. В результате автоаварии подросток с травмами головы госпитализировано медицинское учреждение водитель Лада Гранта Тресв. Призываем водителей к строгому соблюдению правил дорожного движения и быть особо внимательными в населенных пунктах. Хочется также обратиться к родителям, чтобы они на постоянной основе проговаривали со своими детьми правила пересечения проезжей части, в том числе правила, предусмотренные для велосипедистов, которые собираются перейти через проезжую часть. Напоминаю, что ребенку, пусть это будет взрослый или ребенок, необходимо спешиться и перейти дорогу исключительно только в месте, где это разрешено. И на дорогах республики сотрудники госавтоинспекции вместе с учителями и юными инспекторами дорожного движения проводят акцию «Безопасные дороги». В этот раз поле зрения контролеров оказались водители Хабецкого района. Фатима Даурова подробнее. Эту тягу к игре, связанную со стремительным движением, с техникой, с автомобилями, работники ГАИ удачно используют для того, чтобы вводить в мир ребенка понятие, необходимое будущему пешеходу, велосипедисту, водителю. Юные инспекторы движения – это безопасность родом из СССР. Организации, в которой состоит почти полмиллиона детей, исполнилось уже более полувека. Приемник старых добрых традиций своих коллег из прошлого инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Наталья Мухина всегда находится в тесном контакте с детьми, для которых она выступает в качестве наставника и проводника в мир безопасного движения. Очередное мероприятие, посвященное вопросам снижения аварийности с участием детей, было приурочено к началу учебного года, когда особенно важно проводить работу, направленную на повышение безопасности детей и подростков при участии в дорожном движении. В рамках данной недели безопасности проводятся массовые мероприятия, посвященные безопасности дорожного движения. Все эти мероприятия будут проводиться как с пешеходами, так и с водителями. За время летних каникул дети немного отвыкли от насыщенного дорожного движения. И цель мероприятия с детьми – это напомнить им, как правильно себя вести на дороге, как правильно безопасно переходить дороги. В самом начале Наталья Мухина напомнила ребятам о требованиях правил дорожного движения, которые они обязаны соблюдать, находясь на улице. Каждому из них были вручены информационные памятки, адресованные пешеходам и водителям, в которых обозначены правила перехода проезжей части дороги, перевозки детей в автомобили, поведения на дороге велосипедистов. Сегодня мы будем с вами проводить беседы с водителями, так как наступила школьная пора. Мы напомним водителям, чтобы они были предельно внимательны при проезде пешеходных переходов, чтобы вас пропускали. Юные инспекторы дорожного движения с энтузиазмом принялись за дело. Выученные на зубок рекомендации звучали для каждого водителя, кто был остановлен в этот час, пока проходила акция. Автомобилисты откликались на напоминание из уст ребят с благодарностью. Вот так каждый раз можно проводить, чтобы именно водители не забывали, что пешеход главнее, и что водители тоже должны уважать пешеходов. Во время проведения акции особое внимание было уделено вопросу о запрете и пользовании гаджетов и наушников на проезжей части дороги. Организаторы также напомнили о необходимости использования светоотражающих элементов в темное время суток и условиях недостаточной видимости. Дети пообещали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными и аккуратными. Соблюдайте скоростной режим. Будьте в дизельной дороге. При повороте включайте поворотник. Когда светофор красный, нельзя переходить дорогу. Когда ты хочешь переходить дорогу, надо ждать, когда машина остановится, и переходим. Надо переходить на зеленый цвет. Когда переходишь дорогу, доставай телефон. Переходите дорогу на пешеходном переходе. Перед тем, как переходить дорогу, нужно посмотреть направо и налево, А потом только переходить. Фатима Даурова, Ринат Мука, Вести, Карачаево, Черкесия. Ощутить величие Кавказа в каждой картине в Институте культуры и искусства КЧГУ имени Умара Алиева функционирует выставка «Южный модерн», где представлено около ста работ авторов из разных уголков Северного Кавказа, а также Москвы и Севастополя. Данная экспозиция призвана отразить современные культурные процессы на Кавказе. В мир изобразительного искусства окунулся и Алихан Лепшоков. Здесь каждый может насладиться культурным многообразием Кавказа через удивительные работы художников. На выставке представлено около ста работ – живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, скульптура и фотографии. Данный проект, задуманный как многолетний цикл, призван исследовать и отразить современные культурные процессы через призму изобразительного искусства. Разные жанры, разные техники исполнения, разные тематики, и разные школы, конечно же, они обогащают наше представление о нашем искусстве, в данном случае о южном модерне. И я думаю, что это будет очень полезно и для студентов наших, непосредственно специализирующихся в изобразительном искусстве, а также для всех любителей. А те, которые случайно попадают, тоже станут любителями и ценителями высокого искусства. Автор данного проекта, который собрал все эти работы, почетный член Российской Академии Художеств Александр Рубец, подчеркнул, что в этих работах прослеживаются характерные черты модерна, пропитанные духом юга, яркими красками, глубокой эмоциональностью и неповторимым кавказским колоритом. Здесь представлены работы художников Юга России, со всех регионов. В выставке участвуют художники разного уровня, и академики, и народные художники, и те, кто начинает свое творчество. Здесь разнообразие и стилей, и техник, и, конечно, это получается такой срез нашего творческого такого художественного процесса Юга России. Выставка получилась очень интересной, разнообразной, она привлекает большое внимание. Нам приятно в стенах нашего института проводить такую выставку, и мы уверены, что наши студенты получат возможность своими глазами увидеть мастерство именитох художников Кавказа, отмечает директор Института культуры и искусств КЧГУ Наталья Кириченко. Студенты, школьники, просто жители города сюда приходят, у них есть возможность сюда вернуться, пережив, скажем, ночь или несколько дней с впечатлениями от какой-то работы, еще раз на нее посмотреть. Эта работа раскрывается по-новому, и тем самым получается, душа человека, она и отдыхает, и развивается. Как раз те самые моменты, которые часто не хватает. Для нас это прекрасная возможность оценить творчество настоящих мастеров изобразительного искусства, и мы остались под глубоким впечатлением от увиденного, уверяют студенты университета. Мы немножко помогали с организацией, и еще вчера была волна, буря эмоций. Это все очень необычно, особенно работы, которые сделаны из горячей эмали и меди. Мне очень нравится, что есть возможность увидеть не фотографии и так далее, а подойти вживую, посмотреть, как эту технику выполняли. С выставкой «Южный модерн» может ознакомиться каждый желающий. Работа экспозиции продлится до конца сентября. Алих Алипшоков, Мурад Джанкезов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. В октябре в Карачаево-Черкесии стартует шестой сезон самой масштабной лесовосстановительной акции страны «Сохраним лес», которая проходит в рамках нацпроекта «Экология». Лесоводы республики совместно с волонтерами высадят более 2300 саженцев различных пород деревьев. К работе подключаются представители органов власти республики, предприятий, общественных организаций, журналисты и волонтеры. В новом сезоне проекта также продолжится высадка плодовых деревьев, а также уход и благоустройство за действующими посадками на территории лесничеств и населенных пунктов. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте сохранимлес.рф.рф. Выбрать и зарегистрировать локацию и приехать в назначенный день и время. Такими событиями отмечен этот день. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Дама с собачкой». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!